Рождение ребенка – это чудо и большая радость. В роддоме Славянской центральной районной больницы на минувшей неделе родилось 13 малышей. Насколько увеличилась рождаемость в нашем районе и какие новшества появились в отделении для рожениц, расскажут Тина Капачевская и Георгий Калинин. Родильный дом сегодня еще называют домом, где рождается счастье. Здесь появляются на свет малыши, а их здоровье самое главное для родителей. Родильное отделение в Славянском районе было организовано в 1967 году. С 2001 года функционирует как межрайонный перинатальный центр, обслуживающий Славянский, Крымский, Темрюкский и Калининский районы, отвечающий всем санитарным нормам и правилам. За этот период времени коллективом родильного дома принято 19 680 новорожденных. Отделение развернуто на 67 коек. Из них 32 койки, патологии беременных и 35 коек после родового отделения. В этом году наблюдается тенденция к увеличению количества родов. Если в прошлом году количество новорожденных малышей составило 1506, то на сегодняшний день уже родилось 1539. Это еще с учетом того, что впереди целый месяц. За эти сутки родилось у нас с 17 на 18 число 13 малышей. Все детки здоровы, мамы все здоровы, все очень остались довольны. Каждый год роддом пополняется новым оборудованием. В этом году было приобретено оборудование для диагностики будущих мам, а также для детских палат. Оборудование мы приобретаем каждый год. Мы приобретаем его за средства родовых сертификатов. Это то, что заработали мы своим коллективом. Анна Скрипченко родила мальчика буквально несколько дней назад. В Славянском роддоме ей уже приходилось бывать. Мне здесь нравится. Я вторые роды решила, что здесь будем рожать. Долго планировали эту беременность. Все хорошо, все замечательно. И персонал добродушный. Все как дома. Символом учреждения является аист – вестник рождения новой жизни. Так пусть он как можно чаще заглядывает в семьи славянцев и приносит им радость. А коллектив родильного дома будет делать все возможное для рождения здоровых детишек. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».